Если ты человек, на весне да уйдешь, вечером ты живешь. Концерт в Манджироке Майминского района, в том числе с Государственным оркестром Республики Алтай, неспроста. Именно музыкальными номерами праздновали завершившуюся реконструкцию нового сельского дома культуры в Манджироке. По словам местных жителей, его обновление ждали почти 10 лет. Вот, искали, не можем найти этот проект мой, не можем найти. Оказалось, его просто положили под сукно, назвали его просто СДК. А кому сейчас СДК? Никому. А парк культуры и отдыха потерял, обезличен, все. Как утверждают жители, еще до 70-х годов, перед тем, как появился дом культуры, здесь был парк с озером, где плавали утки и гуси. Однако вскоре все заросло бурьяном. Эту зеленую зону инициаторам и хотелось возродить в первую очередь. И все получилось. Теперь на территории есть все удобства. Лавочки, детская площадка в виде корабля, тренажеры и даже скейт-парк. Да, я катаюсь, там очень удобно и падать не больно, потому что бетонное покрытие в некоторых, покрытие деревянное, там прям ноги, руки стираешь, а тут хорошо и упасть не больно. И фигуры интересные такие. Вообще, в Майминском районе в последние годы сделано много подобных проектов. К примеру, отремонтировали дом культуры в селе Верхкарагуш. Построили новый модульный клуб в населенном пункте Бирюля. Но вишенка на торте – это, конечно, Манжирогский ДК и его территория. Обновленное здание дома культуры – это место, где традиции совмещены с современными условиями для творчества. На реновацию здания было направлено около 80 миллионов рублей. И уверен, что Манжирогский ДК станет центром проведения творческих мероприятий, концертов и выставок, объединив тысячи талантливых жителей нашей республики. Кстати, о выставках разных уровней. Их здесь собираются проводить теперь постоянно. Ведь место позволяет разместить свыше десятка различных картин. Также реконструированное здание идеально подходит для различного рода собраний. В будущем власти хотят также отремонтировать дом культуры в селе Подгорное. И сделать модульный клуб в населенном пункте Средний Сайдыс. Мы стараемся развивать капиталить клубы, открывать новые клубы именно в малых селах. Потому что все мы понимаем, если есть дом культуры, если есть школа, то село будет жить. А для нас это главное, чтобы люди не уезжали села, оставались здесь, на своей малой родине. Данил Кузнецов, Андрей Печеркин. День с толком.